Хороший вопрос, актуальный для всех нас. Подружка всякий раз просит помолиться за каких-то людей, незнакомых мне, и воцерковленных, и не очень, заболеющих батюшек, монахов, я их не знаю, и не лежит душа молиться, да и некогда. Нужно ли молиться за неизвестным? Здесь решать только вам. Первое, да, то есть любой молитвенный подвиг, он должен быть добровольный. Если вас просят о ком-то помолиться, ну, это небольшая помощь человеку, и это должно быть добровольно. Вот, в принципе, ничего тут тяжелого и сложного нет. Если нас попросили помолиться, нужно пару слов хотя бы от себя сказать Богу, и это уже молитва. Главное, чтобы она была искренне. Вот, а сейчас есть, на самом деле, такая проблема. Я с вами соглашусь, что иногда люди злоупотребляют вот этими просьбами о молитве. Если вы состоите в каких-то чатах православных, где люди общаются, вы увидите, что там с утра до вечера присылают просьбы о молитве. Я понимаю, когда участники общаются и друг друга знают. Вот, у меня же есть православный чат и в ВКонтакте, и в Телеграм, в Ватсапе. Люди друг друга знают очень часто, общаются каждый день. И нету ничего плохого в том, если они просят помолиться за своих близких. Когда говорят, что вот у меня там брат, сестра, ребенок, бабушка, дедушка. То есть, ближайшие родственники, если им нужна молитвенная поддержка, то это нормально. Но если начинают присылать какой-то спам, который уже миллион раз там всем переслали, и говорят, давайте помолимся за всех. То мы здесь уже отказываем, потому что это неправильно. Во-первых, очень часто мы не знаем историю этих людей. Иногда бывают ошибки. Были такие случаи, когда вот у нас священник в Твери один заболел. По интернету распустили ложную информацию, что он уже умер. И все за него начали молиться о упокоении. Представляете, как батюшка был рад, когда ему сообщили, что за него тысячи людей молятся за упокой. Это, наверное, было самое хорошее утро для него, когда он узнал, что его уже похоронили. Ну вот, поэтому ко всему надо относиться осторожно, в том числе и к молитве. Одно дело, когда просят помолиться за тех людей, которых мы знаем, и которым действительно нужна помощь. И другое дело, когда просто спам рассылают по всему интернету. Все там, да, давайте молиться все. И бывает так, что этот спам, он ходит годами. Я знаю много таких случаев, когда, ну, просто мне встречаются, пересылают одни и те же сообщения, да, в течение длительного времени. И несколько лет уже ходят по интернету сообщения, что там новорожденный ребенок, ему срочно нужна помощь, нужно помолиться. И вот кто-то запускает по новой эту цепочку, ну, кто-то открыл там раз в полгода ВКонтакте или Одноклассники, да, образно говоря, увидел, что ему кто-то написал и разослал всем. То есть, поспамил немножко и опять ушел, да. И люди запускают вот эти цепочки. И это годами ходят вот эти просьбы о молитве за тех людей, которым она, может быть, уже и не нужна молитва. И тех людей, которых, может быть, уже и нету. Да, поэтому здесь надо все-таки относиться осторожно. И если люди просят, вот какие-то подобные просьбы о молитве возникают, то я спрашиваю. Вы знаете этих людей, вы уверены в том, что это действительно так, как вы пишете, да, то можно помолиться. То есть, действительно, ты помогаешь своим знакомым, людей, которых ты знаешь, и ты знаешь эту ситуацию. Но сейчас, действительно, есть проблема вот этой злоупотребления, когда люди с утра до вечера присылают спам. Да, вот сейчас, в последние дни, меня замучили сообщениями про то, что отключат WhatsApp. Вопрос для многих, наверное, тоже важный. Там предлагают принять новое пользовательское соглашение. Проблема в чем? Что там есть такая оговорка, что данные пользователя WhatsApp будут передаваться в Facebook. Мы, как знаем, это две компании, WhatsApp и Facebook. Многим это не нравится. Люди отказываются принимать такие правила из-за переживания своих личных данных. Так вот, если мы не принимаем эти правила, то WhatsApp уже начинает ограничивать какие-то функции. Вот сегодня мне люди уже стали писать, что у кого-то пропала функция звонков, видеозвонков. То есть, люди не могут позвонить, потому что не приняли эти правила. Кто-то принял. Но мне очень много спама прислали на эту тему. Там кто-то присылает, что сейчас WhatsApp станет платный. Кто-то там еще что-то. То есть, вот яркий такой пример, как люди иногда не понимают того, что делают. И присылают много-много сообщений однотипных. Да, ну, иногда люди не думают, что мне там написали сотни людей. Кто-то обязательно уже это прислал. Поэтому присылают одно и то же. Но проблема вот такого спама, она на самом деле серьезная. Еще вот меня лично, да, очень раздражает, что иногда люди бездумно присылают какие-то картинки. Цитаты. То есть, вот, ну, человеку понравилась какая-то цитата, да, но можно с ней поделиться. Но вот есть люди, которые очень часто это делают слишком, даже раздражают других, так скажем. Поэтому во всем нужно соблюдать какую-то золотую середину. Вот. И эти просьбы тоже. Если ваша подруга просит помолиться, ну, вы ее спрашиваете. Ты знаешь этих людей, да, ты знакома. Если ты знакома с ними, можно помолиться, да. Тебе, так скажем, помочь и твоим знакомым. Но если это какой-то спам, и ты даже не знаешь, откуда это пришло, то, по сути, человека надо банить. Блокировать за рассылку спама. Потому что часто, как я сказал, данные просто не подтверждаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok